Итак, несколько основных моментов по самообороне. Все вообще начинается с элементарной биологии. То есть мы знаем строение нашего тела. Еще раз, мы рассматриваем нашу кисть. Заметьте, она может легко крутиться в одну сторону, да, очень долго. Человек закручивается, закручивается, закручивается. Все это заканчивается тем, что я могу словить от него какой-нибудь удар с разворотки, что было бы неприятно. Но если мы берем эту кисть в другую сторону, то есть мы ее чуть-чуть подвытянули из плеча, шагом назад, и начинаем ее просто крутить в обратную сторону, человек сразу же падает. При этом я не прикладываю никаких усилий. Вот, на основе этого у нас есть несколько основных моментов по самообороне. Мы вообще рассматриваем самые такие частые жизненные ситуации, то есть когда наш соперник, он агрессивен, он пытается нас спровоцировать на какую-то ответную агрессию. Нам это ни к чему. Нам надо его быстро и по-тихому устранить. Поэтому если наш соперник подходит и берет нас за руку, дерзко отзывая куда-нибудь обычно поговорить, да, то что мы делаем? Во-первых, мы делаем его руку слабой. То есть смотрите, его рука прижата к телу, она сильная. Моя рука вытянутая, у меня связки растянуты, я слабый. Надо эту позицию изменить. То есть я делаю шаг под 45 градусов от его тела, при этом вытягивая его руку и прижимая свою. Он начинает чувствовать неладное, поэтому он скорее всего будет убирать руку, но я прихватываю его своей рукой сверху. Прихватываю его за кисть, при этом здесь большим пальцем можно попасть на болевую точку, что позитивно скажется на продолжении нашего приема. Я возвращаюсь назад, поднимаю его руку по высокой дуге до уровня 12 часов, до верха. Перехватываю второй рукой, у нас получается позиция как у джойстика. То есть мы держим его кисть, и у нас два больших пальца лежат на болевых точках. Делаю короткий шаг назад и усилие. Вполне небольшое, чтобы сломить нашего соперника. Соперник повержен, можно пнуть его ногой в лицо, можно докрутить ему руку, занять позицию и ожидать поддержки. Заканчиваем.